Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наши беседы, наше занятие по книге Седер Олам. Сегодня у нас шестая лекция и будем заниматься как раз тем, что связано с этой недельной главой, с главой Ноаха. В данном случае события Вавилонской башни. Перед нами будет стоять задача поставить их где-то на исторической шкале, на хронологической шкале. Я понимаю, конечно же, что, может быть, мы двигаемся с этим материалом не так быстро, как многим хотелось. Некоторые зрители мне уже заметили, что что-то как-то медленно все идет. Дорогие друзья, одну вещь, которую я понял очень рано, общаясь с доктором Гугенхаймером, что в его статье и книге читать быстро нельзя. Тогда, скорее всего, 99% информации будет утеряно. Моя задача здесь как можно ближе и как можно глубже передать те сокровища, которые он записал в своих книгах. Дело в том, что люди не всегда любят академический язык, далеки от хронологии часто. Еще Пушкин заметил в Евгении Онегине очень красиво, описывая Евгения Онегина, вот этого молодого по весу, он пишет так. Как он рыться не имел охоты в хронологической пыли, жить, бытописание Земли. Но вот былые анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. То есть людям, конечно же, анекдоты намного интереснее, но я постараюсь как-то материал, который мы обсуждаем, преподнести так, чтобы всем было интересно. Хотя эта задача бесспорно нелегкая. Итак, давайте обратимся к тексту Седоролама. И текст мы читаем. Текст у нас следующий. Мы остановились с вами. От потопа до разделения языков, до Вавилонской башни событий, 340 лет. Получается, что Ноах жил после разделения языков еще 10 лет. А наш отец Авраам, ему было 48 лет во время разделения языков. То есть смотрите, дорогие друзья, что здесь у нас один и тот же вопрос. Все послепотопные события сравниваются с другим эпохальным событием, с Вавилонской башней. Дело в том, что в Торе Вавилонской башни хронология не дается. Там говорится, это как некий эпизод, значительный эпизод, но при этом не говорится, когда это произошло. Поэтому это событие надо как-то хронологически зафиксировать. И вот как вы видите, тут написано, сколько после потопа было до Вавилонской башни, сколько Ноаху было в это время во время Вавилонской башни, сколько Авраам Авину было во время Вавилонской башни. Имейте в виду, когда Всевышний, она прекратилась, когда Всевышний предотвратил людей строить дальнейшее строительство этой башни, и народы рассеялись. То есть нам фактически, чтобы все эти цифры понять, что 340 лет прошло, что Ноаху еще после этого 10 лет жить оставалось, что Авраам Авину было 48 лет, чтобы понять эти цифры, нам необходимо определить, а где же вообще, когда же вообще произошло это событие в Вавилонской башни. И как раз именно на этот вопрос отвечает Набрабиосий. И сейчас мы как никогда наглядно увидим с вами его метод, метод четкой определенности. Смотрите, что говорит Набрабиосий. Там Набрабиосий, я прочитаю его выражение сначала, а потом мы посмотрим на диаграмме, чтобы было видно наглядно. Омар Аббиосий. Правильно вообще сказать Омар Ариби или Рэби Йоси. Слово Раби, оно встречается в 2000 лет только в Новом Завете, в традиционных еврейских источниках. Да-да, включая ашкеназские до 300 лет тому назад. Все ашкеназские седуры, а пасхальные годы огласованы и так далее, не имели раби, как они имеют сейчас, а имели риби или реби. Точно так же, как и традиционные сепарские. Нынешнее израильское произношение было сформировано под влиянием постреформаторского ашкеназского произношения. Сейчас произносят раби и считают, что это правильно. Это нетрадиционное еврейское произношение. Еврейское произношение реби или реби. Раби только в Новом Завете. Окей, едем. Сказал реби Йоси, навигадола я Эвер. Эвер был великим пророком, потому что назвал своего сына, то есть когда сын родился, Пелегом, пророчески, через Святой Дух, Роха Кодыш, как написано про этого Пелега, что в его дни земля разделилась. Здесь подразумевается, разделились языки, разделились человечество на народы. Понятно, здесь так же подразумевается, что это произошло сразу мгновенно. Когда Раби Йоси дальше говорит, когда это могло произойти, папа, понятно, назвал своего сына Пелегом в начале его дни, когда тот родился. Вот говорит Раби Йоси, означает ли это, что разделение языков произошло тоже? Вавилонская башня, вот эта вся история, когда родился Пелегом. Подхилат Яма в начале его дней. Это невозможно, потому что в Торе описывается его младший брат Япан с 13 семьями, которые составили большую, ну, которые составили, он является частью тех семей, из которых в Вавилонской башне расселились народы. Раз его младший брат уже имеет 13 детей, из которых происходят 13 различных народов, мы не можем сказать, что Пелега назвали в честь расселения в начале его дня рождения, потому что должен родиться свой младший брат, от него должно 13 детей произойти, и они должны все расселиться. Получается, что это не во время его рождения, событие это не связано с рождением Пелега. Если это в середине его дня, так не может такого быть, потому что это неопределенная зона. Ага, правило определенности, это неопределенная зона. Потому что строчка Тора не пришла, чтобы скрыть, где-то в этом диапазоне это было, где не знаем, а наоборот объяснить, дать нам четкую информацию. Получается, а единственная другая возможность остается, четко определенное место, это что Земля разделилась, имеется в виду человечество разделилось по Земле на народы, на языки, в конце дней жизни Пелега. То есть получается, что папаша назвал его Эвер, его отец назвал его, когда он родился. А по поводу события, которое произойдет в конце его дней. Поэтому папа был пророком. Вот здесь мы сегодня остановимся и давайте это разберем. Давайте обратимся к нашим диаграммам. Точнее, наши диаграммы делал другой человек, Дэвид его зовут, за что им большущее спасибо. Вот у нас тут послепотопные поколения. Значит, потоп происходит на 600-й год Ноха, вот это у нас Ной, дальше идут его Сын Шем, Арпахша, Атшела, Эвер, Пелег, Реусы, Рук, Нахор, Терах и Авраам. Все эти имена, кстати, очень красиво переводятся с акадейского языка и очень трудно их перевести с иврита. Ну, для этого читайте книгу «Доктор Уинхаммер. Комментарий к Хумашу». Окей, давайте здесь посмотрим. Первую вещь, которую я хочу, чтобы вы обратили, дорогие зрители, это очень важно. Когда мы читаем текстуры, это не так легко уловить, а здесь в этой диаграмме это видно наглядно. Посмотрите внимательно, дорогие друзья, что мы тут имеем. Посмотрите, сколько живет Нох, 900 чем-то лет. Ну, он, так скажем, допотопный человек и послепотопный потопный. Посмотрите внимательно. Шем. Ему было 100 лет, когда был потоп. Через два года у него после потопа родился сын. Вот смотрите, он живет уже 600 чем-то лет. Меньше, чем папа. Но все равно довольно значительно. Посмотрите, его сын, 400 чем-то. Салах, 400 чем-то. Шеллах, 400 чем-то. Эверт, 400 чем-то. И вдруг Пелек, 200 чем-то. Ну, почти половину жизни его папа. Его сын тоже 200 чем-то. Сырук, еще 200 чем-то. На Хорт вообще там меньше стоит. Террах, опять 200 чем-то. Вы видите, как вдруг резкое снижение между поколением Эвера и поколением его сына Пелега. У нас есть резкое снижение лет в Торе. Это первая замена. Следующая вещь. Следующая вещь. Это то, что у нас в Торе, если мы посмотрим, не говоришь. Тут у нас рассказывается о различных потомках Ноаха. Сразу же, вот он вышел из Ковчега, там, союз с ним Всевышний запретил. И говорят, и вот потомки Ноаха. И подписываются сначала потомки Ефета, потом потомки Хама, и потом потомки Шема. И после каждых потомков, после каждых этих семей все время говорятся такие фразы. От них разделились народы по землям своим, по языкам своим, по семьям, их народам и так далее. Это описывается постоянно, постоянно. И теперь смотрите, что интересно. У нас тут перечисляются дети Ноаха, внуки Ноаха, там, их дети и так далее. Но не больше четвертого поколения, если мы посмотрим. То есть, смотрите, у нас, когда говорится о потомках Шема, в хронологии у нас здесь приводятся, написано, что у Шема родился Арпахшад. У Арпахшада родился Шалах. Шалах, как удобно будет. У него родился Эвер. То есть, Шем, Арпахшад, Шалах, Эвер. Четыре поколения. А у Эвера, уже написано, у него два сына родились, и описывают детей одного из них. Все. После. И написано, что вот они расселились. Опять у нас идет, давайте вернемся в нашу графу, у нас перечисляются вот эти четыре поколения, А потом на детях Эвера, на Пелоге и на Йокта. Они говорится, что вот их дети, это те, кто расселились по семьям. То есть, вы видите, даже чисто по расселению, то, что в Торе написано, опять все выпадает на поколение Пелога. То есть, мы увидели, пополам идет критически, уменьшается возраст. Следующую вещь, которую мы видим, что перечисление про семьи, которые расселяются, тоже где-то на этом поколении, на поколении Пелога и его детей и так далее. Более того, то есть, вот уже две вещи, которые говорят, что-то произошло здесь, почему возраст напополам уменьшился, почему поколения расселения описываются на поколениях их детей, что такое произошло. Более того, у нас еще есть одна вещь. У нас, в принципе, перечисляя потом ковноха, Тора не заостряет внимание особо, где они жили. И только редко, слегка Тора отвлекается от текста. А, допустим, Тора говорит про ним рода, что он жил там-то и там-то, построил какой-то город, и опять говорит, этот родил этого, этот родил этого и так далее. У нас заостряется внимание на кнаанцах. Говорится, потому что потом Авраам Авину да, надо будет знать, что такое Эрецкнаан. Поэтому Тора знакомится со своего читателя, что такое Эрецкнаан. Говорится, этот город, они там жили, там жили, оттуда, да оттуда. Эрецкнаан более подробно описывается. Понятно, почему. На потомках Эвера, на потомках Шема, то есть Севитах, у нас тоже заостряет внимание рассказ именно на Эвере. И говорится, что у него родилось два сына. Одного звали Пелег, потому что в его дни не флага, а арец. Разделилась земля. Не произошло. Ну, понятно, не о материках говорится. Понятно, не материки разделились от гигантской массы пангеей там на свои составные части. Понятно, здесь не об этом говорится. Имя его брата Йокт-Пан. Подразумевается здесь, подразумевается, что Пелег старше, потому что он упомянут первым. А Йоктан плюс его имя еще намекает на слово Коктан, маленький, что он младший. Это подразумевается. И тут дальше перечитается 13 детей этого Йоктан. Вот теперь, после этого, после этих 13 детей, написано, вот дети, вот потомки Ноаха, семьи детей Ноаха, их парадословные по их народам. От них не вреду распределились, разделились народы по земле. После потопа, все. И после этого начинается рисовать события в Вавилонской башне. То есть посмотрите, давайте, что у нас просто взгляде на Тору подходит. Мы подходим где-то вот к этим поколениям, к поколению Пелега. И говорится дальше, что вот события в Вавилонской башне. То есть просто читая Хумаж, действительно, во-первых, ополовиненный возраст. Во-вторых, название товарищей. В-третьих, родословные именно до этого поколения перечисляются, от которых произошли народы. И перевод его самого имени какой-то непонятный. Все поэтому наталкивает читателя, что что-то здесь произошло. Понимаете, что-то было. Давайте теперь разберем, что нам говорит Рабиоси. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно на эту схему, дорогие друзья. Она важная. Вот просто как на картинку посмотрите. И видите, что Пелег живет, а страстительно других людей меньше. Если вы посмотрите, окончание жизни Ноаха, это после того, как он умер, его Шема тоже после, Арпахшада, Шелаха и Эвера, они их, конец их жизни, то есть вот эта определяемая точка в хронологии, не пересекается с его жизнью. Правильно? Он коротко живет, его сын живет, больше него его внук живет, больше него правнук живет, больше него. То есть в его жизни вот этих вот каких-то событий, связанных с окончанием жизни, кого-то еще нет. Поэтому у нас из точек, определяемых в его жизни, есть всего несколько. Первая точка – когда он родился. То есть смотрите на это, на его жизнь. Вот она желтенькая здесь. Смотрите на нее, как на некий отрезок, в котором есть начало его жизни, определенная точка. Вспоминайте наш ряд от 2 до бесконечности, от 3 до бесконечности. Четко определенная точка – начало. Четко определенный конец и серая зона в середине, неопределяемая, там, в которой каждая точка, может, она, может, неопределяемая. Поэтому говорит Рабиоси. Эвер назвал своего сына Пелагом, это никто не спорит, что он назвал его в начале его жизни. Другое дело, что это за событие, что Земля разделилась, объясняет это Рабиоси, по еврейской традиции, объясняет Талмудическое, что это расселение языков. Почему она не может произойти здесь в начале его жизни? То есть, произошло событие с Вавилонской башнью, Эвер увидел такую вещь, назвал своего сына в честь этого события. Часто бывает, как, допустим, есть такой анекдот, как представители дальневосточных южных стран, как они берут, допустим, медный таз, бросают его по лестнице, и вот от звона этого таза называют так вот своих детей. Ну, это шутка, конечно, веселая для Евгения Понегиных среди нас. Мог ли папа к обычным, папа называют, но часто бывает, папа может назвать своего сына под событием, которое произошло при его рождении. Ну, так ли это в данном случае? Говорит Седор Лам, это невозможно, Рабиоси говорит. Потому что, если это произошло именно при его рождении, как же тогда его младший брат с 13 семьями, если я не ошибаюсь, да, 13 детьми, у каждого, у которых семья есть, расселились, то есть это некое мгновенное распространение по миру. Это возможно, если старший только родился, младшего еще на свете нет, не то, что его 13 детей с их семьей. Раз так. Другой вариант, что это произошло где-то в его жизни. Не может такого быть по нашему принципу, потому что это серая неопределенная зона, а нужно найти определенную точку. Вот здесь вот этот принцип проявляется как нельзя на белье одно. И тогда, говорит Рабиоси, получается, что единственная другая определенная точка – это конец его жизни. То есть Пелек был назван в начале своей жизни по поводу события, которое произойдет в самом конце его жизни. Вавилонская башня. Поэтому хронология Вавилонской башни, что она произошла, согласно этой интерпретации, события Вавилонской башни произошли в конце дней Пелега, то есть на последний год его жизни. Он жил 239 лет. Вот как это получается. Первая определенная точка невозможна, потому что есть младший брат с его 13 семьями. Середина невозможна, потому что это противоречит нашему принципу определенности. А единственное остается другая точка определенная, которая не конфликтует с младшим братом и с 13 семьями. Достаточно времени, чтобы они все родились и расселились. Это, бесспорно, последний год его жизни, 239 год жизни Пелега. Вот сюда хронологическая традиция, точнее, традиция Седор-Улама относит к созданию Вавилонской башни. Нам сказал Седор-Улам, что Вавилонская башня произошла, была от потопа до Вавилонской башни, 340 лет. Давайте посмотрим, как они получаются. Вот у нас здесь калькулятор, я надеюсь, вы его видите. Давайте просто почитаем, чтобы не быть голословным. Значит, смотрите. Поскольку она произошла в конце Дней Пелега, а Пелегу 239 лет, так что мы можем смело эти 239 лет поставить. Пелегу 239 лет, плюс его папа родил его, когда ему было Эверу 34 года. Поэтому добавим к возрасту Пелега 34 года его папа. К нему добавим 30 лет Шеллаха, когда родил Эвера в 30 лет. Добавляем. Добавим к Селлаху 35 лет его папы Арпахшады. Так, куда вы удалились. Если вы посмотрите на Арпахшада, Арпахшад родился два года после потопа. Это написано в Торе. Шеллаху 36 родила Арпахшада два года после потопа. Если мы прибавим еще два года. Товарищ Арпахшада у нас получается ровно 340 лет. Эту цифру мы с вами поняли. На чем она основывается? На вот этом изыскании, куда бы поставить Вавилонскую башню. Во-первых, она основывается на том, что как произошло событие с Вавилонской башней, перемешание языков и так далее. Все народы расселились сразу же по всем своим местам. Мы потом увидим, что будет для Содома и Камора обчитывать, что они появились в тот же год и основали свои города сразу же. Это, конечно же, предположение номера, которое подразумевает этот подсчет. И еще одна вещь, что Йоктан — это младший брат Пелега. Если он старше, таких вещей тоже не может быть. И еще одна главная вещь, что это может происходить только в определяемых точках вот этого отрезка, называемого жизнедеятельность Пелега. И именно поэтому, как еще раз говорю, отец его называется пророком, потому что он назвал сына по поводу событий. Он назвал его Пелегом, когда тот родился, по поводу событий, которое будет через 239 лет. То есть он уже предвидел, что будет расселение языков, там, о земле, люди распространяются по земле, перемешание языков и так далее. То есть такой интересный мидраж. И вот этот мидраж превращается в эту хронологию, что в Иландской башне произошла в 340 лет после Патуха. Что следует здесь сказать? Древняя книга Йоси, ну, как древняя, она на несколько сот лет старше Цедора Лама, она немножко другую интерпретацию дает. Она тоже читает, что с Пелегом связано некое такое разделение, но она говорит, что ни флага, они просто поделили землю между собой, говорят, так, ваше это будет, наше это будет и так далее. Вот это поделили. То есть когда Пелег родился, это не было перемешанием языков, а просто потомки Ноаха поделили между собой. То есть там, конечно же, никто не говорит, что Эверлур пророк. Йоси Флавий, что интересно, тоже приводит эту же дату. Эту же дату. Окей. Точнее, извиняюсь, не эту же дату. Йоси Флавий также интерпретирует слово Пелег, что когда он родился, в это время делили землю. Потомки Ноаха между собой делили землю. Окей. Поэтому, естественно, хронология, которая будет юбилеев или даты, которые там будут, они, естественно, будут немножечко другими датами. Сколько прошло от Авраама, точнее, от Вавилонской башни до Авраама, там не будет, будут другие расчеты и так далее. Ну, это не совсем наша задача сейчас разбирать книгу юбилеев, но иногда параллельные древнееврейские попытки создать некую хронологию будут упоминать для расширения нашего кругозора. Окей. Едемте дальше. Значит, еще одна вещь, которую говорит нам Седор Лам в данном случае, что Шем жил 10 лет еще после Вавилонской башни. То есть, это как-то драматично, что человек, который был праведным, ходил перед Всевышним и так далее, видит, во что превращается мир через несколько поколений. после Вавилонской башни. Давайте посмотрим. У нас, точнее, не Шем, извиняюсь, Ноах жил 10 лет после Атопа еще, после Вавилонской башни. Давайте почитаем. Здесь довольно наглядно это тоже видно. Ноах жил всего 950 лет. Из его дней надо вычесть 350 лет Ноаха надо вычесть 600 лет, которые были до Патру. У нас остается 350 лет. Если мы посмотрим из его 350 лет, после Потопа через 2 года родился его сын. Точнее, мы уже просчитали 340 лет то, что прошло от Потопа до Вавилонской башни. Если от 350 мы вычим 340, которые мы получили, до этого у нас остается 10 лет. Вот об этом говорит Седор Лам. То есть, это довольно простой вычисленник. Вот тут интересная вещь говорится дальше о Аврамовину. Аврамовину написано ему было 48 лет, когда события в Вавилонской башне произошли. Опять глянем на нашу аналогическую таблицу. Вот здесь как раз автор взял и написал 48 лет. Вот такой блок периода Аврамовина. Поскольку Терах был на... Давайте посчитаем в обратном порядке. Мы уже сказали, что в Вавилонской башне произошла, когда Пелогу было 239 лет, последний год его жизни. Поскольку его сын на 30 лет его моложе, значит, сыну в это время было 209 лет, а его сын Серуг на 32 года его моложе, значит, ему было 177 лет. Поскольку Нахор моложе на 30 лет своего папы Серуга, значит, Нахору было 147 лет в этот же год, когда была в Вавилонской башне, Терах на 29 лет моложе своего папы, то есть ему получается 118 лет, и Терах Авраам на 70 лет моложе своего папы Тераха, значит, ему было 48 лет. Смотрите, какая важная вещь. Четко определяется дата вот именно это событие связывается с Авраам Авраам Авину, что ему в это время было 48 лет. Эта дата очень-очень важна. Дело в том, что Всевышний обращается к Авраам Авину, когда ему 75 лет. Этот возраст, который записан в истории. Что было с Авраам Авину до этого, детально мы не знаем. У нас есть Медроши, у нас есть Агадот. Но здесь Седор Лам нам показывает, что хронологически мы можем рассчитать, если мы опять со всеми допущениями, предположениями, если мы поставим события Вавилонской башни на 239-й год Пелога, то используя все наши допущения и так далее, когда мы складываем возраста, игнорируем месяцы и так далее, о чем мы уже много говорили раз, получается, что Авраам Авину должно быть 48 лет. Смотрите, теперь сюда внимательно, почему это нам важно. Читаем мы с вами Медрош Баришит Раба. Баришит Раба говорит. Баришит Раба. Окей. Сослугу того, что Авраам слушался моего голоса. Такую строчку берет. Экифа Шершама Авраам Баколи. Раби Йоханан и Раби Ханина. Правильнее. Раби Йоханан и Раби Ханина. Трава Илона Обани Амры. Сказали. Бен Арба Муш Монаш Анаги Кир Авраам Эдборо. 48 лет было Авраама Вину, когда он признал Творца своего, то есть признал Всевышнего. Видите, да? Посмотрите на нашу диаграмму. Аврааму 48 лет как раз во время Вавилонской башни, согласно этому анализу. То есть Ираби, Реби Йоханан и Реби Ханина говорят, фактически учат нас, что Авраам Авину признал Всевышнего как результат событий Павилонской башни, того, что там произошло. Рейшлакиш Амар, Рейшлакиш говорит, Рейшалош Аним. Три года было Авраам Авину, когда он признал Всевышнего. В чем тут между ними вопрос? Между ними вопрос такой. Опять все используют эту строчку. Экев Ашершама Авраам Баколи В заслугу того, что Авраам слушался моего голоса. Здесь нам нужно будет немножечко хронологию одну проверить, чтобы понять, о чем здесь говорят. Кто из нас помнит, все из нас помнят, сколько жил лет Авраам Авину. Авраам Авину жил 175 лет. Если мы посмотрим на слово Экев для любителей гематрии относительно позднего способа изучения Торы, относительно позднего, ему где-то 2200 лет этому способу, гематрия называемому, здесь гематрия этого слова 172. Если мы вычтем из 175 172, то мы получим 3, и наша Мария Ивановна за это нам даст 5, что мы почитали правильно. 3, то есть если вычесть из его возраста Экев, то получается 3. Смотрите, как с таким интерпретацией строчка звучит. Экев вот столько-то лет, 172, имеется ввиду, года слушал Авраам мой голос, исполнял мои митцвот, заветы и так далее. То есть эта строчка, если превратить слово Экев в 172, то получается, что Авраам Авину 172 года слушал Всевышнего и исполнял его закон и так далее. Вот это источник, откуда Рейш Лакиш, Рабиш Мон Бен Лакиш говорит, что Авраам Авину в 3 года узнал Всевышнего, другие комментаторы, откуда говорит Юханан Рабиханин? Они, естественно, следуют Седоро-Ламу. Седоро-Ламу является цифра 48. Цифра 3 никаким образом из Седоро-Лама не получается. А вот цифра 48 очень даже получается. Есть даже такие из наших комментаторов, допустим, Раши, которые еще про слоечку говорят. Если мы посчитаем количество букв в этой строчке и награду за то, что Авраам слушался моего голоса и охранял то, что необходимо охранять мои митзвот, мои ритуалы и мои учи. И я, если посчитаем на иврите сколько букв в этой строчке, получается их 45. Если мы к трем изначальным, которые мы получили, прибавим 45, получится 48. Вот так вот тоже некоторые из комментаторов это получают. Для чего я все это вам говорю? Очень важная и интересная вещь. Вот вам текст Мишна Торы, Рамбан. Рамбан говорит, что когда Авраам Авинов стал маленьким мальчиком, то есть уже не грудным ребенком, может быть намекается на возраст трех лет. Он начал постоянно пытливым своим исследовательским разумом начинал анализировать. Он маленький, он думает о дне, думает о ночи, и днем, и ночью он думает, и он удивляется, как может быть так, что все крутится и постоянно все это крутится, как это может быть без того, кто крутит, и этого не может быть, и он все больше и больше анализировал, а тем временем он живет среди долопоклонцев в Урии Халдейском, глуповатых, и папа, мама его, и весь народ долопоклонцев, что он занимается, и он с ними вместе занимается долопоклонством, а душа его жаждет, и идет все больше и глубже в понимании до тех пор, пока он не понял истину и установил правильное знание в своей голове, что есть Бог один, и тот, который крутит весь мир, и тот, который сотворил все, и ничего без него существует, и нет другого никакого Бога, кроме него, и понял, что весь мир заблуждается, и так далее, и пишет дальше Роман, и 40 лет было Аврааму, когда он распознал своего, распознал Всевышнего, ну, тут у Ромбама 40 лет, даже в манускриптах йеменских евреев 40 лет, известных нам манускриптов талмудических 48 лет, точнее, Масахетнадарим только 3 года упоминается, а Решит-Раба упоминается 48 и 3 года, Ромбам не упоминает ни ту, ни другую цифру, такое впечатление, или, что Ромбам может быть, я не знаю, каким-то образом с расчетами Седору-Лама не чувствует их для себя обязательными, или же, может быть, в его варианте Баришит-Раба было по-другому, может быть, там в тексте было написано не 48, а 40. Хотя, еще раз, это было бы очень удивительно, потому что всех дошедших до нас текстов Баришит-Рабат 48, плюс, что самое интересное, эта цифра легко рассчитывается из Седору-Лама, и на это указали все остальные. Поэтому против него возражает сразу же его главный оппонент Ра-Ават, который говорит, вы извините меня, господин Ромбам, Амараврам, 200 года, что ему три года было? Почему ты этого не понимаешь? И автор Шулхан Аруха очень красиво гармонизирует, он говорит, он начал, когда ему было три года, и на это намекает сам Ромбам, и дошел до уровня, когда ему было 40 лет, как пишет Ромбам, 48, как пишет Седору-Лам. То есть вот так вот периодически интересная дата, которая, в принципе, рассчитывается довольно легко и просто, но почему-то нигде в тексте Ромбама 48 не фигурирует, а фигурирует цифра 40. Ну, как говорится, за что купил, за то продал, пойди разберись, как и чего. Дорогие друзья, мы в принципе с вами разобрались, давайте посмотрим, есть еще какие-то, мы разобрались с вами с Ноахом, мы разобрались с вами с Авраамом и разобрались с вами, куда ставить Вавилонскую башню. Ну, вот это вот то, что я вам хотел сказать сегодня. Всем желаю хорошего субботнего отдыха, шабата прекрасного, и дай Бог, чтобы перед шабатом вы смогли эту лекцию прослушать и узнать, может быть, что-то новое об этой недельной главе. Всем счастья и здоровья и шабат шалом.